У нас действительно, ну как по всей стране, неординарный год был и предыдущий год, и 18-й год, и 17-й год. В принципе считали, что не засушливый, но этот год как никогда проявился во всех районах. У нас зональное районирование начинается с остро-засушливой зоны Ставропольского края, потом засушливая, недостаточное увлажнение и достаточное увлажнение. Так в этом году те сорта, которые создает Ставропольский НИИСХ, в основном занимал основные площади в остро-засушливой зоне. Потом, когда сортовая политика в принципе нарушилась, и основные площади зернового клина стали занимать краснодарские сорта, у нас до такой степени крестьяне начали выращивать, даже краснодарские сорта пришли у нас в остро-засушливые зоны. Это тоже я уже опережая результат, хочу сказать, что они особенно там пострадали в этих районах. Но можно я буду и о годе говорить, и вообще в целом об институте, потому что я вот сейчас презентацию вот эту решила включить. Вообще мы считаемся селекционным центром по... Сейчас мы называемся селекционно-семеноводческим центром в сфере зерновых и кормовых культур. Вы знаете, что прошли реорганизации и в системе Россельхозакадемии, и в Министерстве науки и образования. Раньше существовало в стране 42 селекционных центра, государственных бюджетных селекционных центров. Они подчинялись и работали в системе Россельхозакадемии. На сегодня государство утвердило правительство, правительство мы подчиняемся непосредственно через Миноборнауке, естественно, правительству. 17 существует официальных государственных селекционно-семеноводческих центров из 42 ранее существующих. Вот мы на конкурсной основе прошли. Вероятно, это были заслуги, естественно, предыдущих лет, и большие задачи поставлены на будущее. И мы сейчас называемся селекционно-семеноводческий центр в сфере зерновых и кормовых культур. Что очень важно. Почему я обращаю внимание на вот эту таблицу? На сегодня у нас не вся почему-то поместилась табличка. Я боюсь опять, может, прокрутить, если ее она. На сегодня не помещается. На сегодня у нас в Государственном реестре селекционных достижений внесено 180 сортов селекции нашего института. Ну вот высветились здесь зерновые и колоссовые. Основная масса сортов у нас на сегодня 48 сортов зерновых и 78 сортов кормовых культур. Мы специализировались в системе Россельхозакадемии как селекционный центр по кормовым культурам. Поэтому у нас большинство созданных сортов – это кормовые, это сорга, это зернофуражные, зернокормовые. И основное количество многолетней бобовые и злаковые травы. Но когда началась перестройка и когда все институты стали выживать сами по себе, не особо мы и от Краснодара, и от Зернограда, как сказать, у нас не получилось такого тандема, чтобы мы работали в северокавказском регионе. Мы обратились к Одессе, завозили сорта Одессы, стали патентообладателями-оригинаторами ряда сортов вместе с Одессой, за счет чего выжили. И, кстати, одесские сорта пользовались и продолжают пользоваться. Я немного попозже остановлюсь. Они в этом году дали довольно-таки высокие урожаи. И мы развернули в 90-х годах, в 2000-х годах очень серьезную селекцию. Если на Прикумской опытной станции у нас селекция была в остро-засушливой зоне. Но сорта станции не могли особо конкурировать с гигантами, с такими, как и Зерноград, и особенно Краснодар. Мы развернули селекционные программы. Потом с приходом из Зернограда Виктора Ивановича Ковтуна, всем знакомого селекционера здесь у вас. И на сегодня... Так, следующий слайдик. На сегодня. И на сегодня, обратите внимание, по зерновым колоссовым культурам я специально взяла только те сорта, которые, считаю, должны у нас на Северном Кавказе выращиваться, которые созданы в условиях. Это общепризнано, что те сорта, которые выведены в зоне выращивания, в зоне создания, они, я считаю, будут давать больше урожая. Есть, конечно, высокоадаптивные, пластичные сорта, но все-таки, я считаю, нам надо в нашем регионе выращивать сорта, созданные здесь. И вот на сегодня, обратите внимание, Краснодарская, Зерноградская, я взяла Тарасовскую селекцию, Ставропольскую. Все равно у нас в Ставропольском крае основные площади, 41% занимают сорта Краснодарской селекции, 41%. Зерноградская 13%, ну, если ростовская взять вместе, 16 сортов, и 20% уже сорта Ставропольской селекции. Из 29 сортов, 8 сортов еще остается, которые мы включаем вроде бы, как они не наши, мы признаем это. 8 сортов – это одесские сорта, и 21 сорт – это уже сорта нашей собственной селекции. У нас основные селекционеры Комаров Николай Михайлович, Ковтун Виктор Иванович на сегодня, и на Прикомской областной станции Морозов Николай Александрович – это ведущие селекционеры по зерновым колоссовым культурам. Забываю. Сразу перейду к сортам зерновых культур. Здесь показаны потенциальные возможности. Вот из 21 сорта я показываю потенциальные возможности сортов нашей селекции. Армада, Ксения – это одни из лучших, вот те, которые 21 я назвала. Их урожайность потенциальная – 120 где-то центнеров с гектара. Причем я хочу сказать, что вся наша селекция направлена обязательно на качество зерна, особенно у Ковту. Но у него принцип – жесткие отборы по качеству и по устойчивости к болезням. И еще один основной признак – это морозостойкость. На сегодня все сорта, которые предлагались к районированию, они проходили оценку в Краснодарском НИИСХе. Это лаборатория официальная от Госкомиссии. А на сегодня мы имеем три серьезных морозильных камеры. И все свои сорта мы прогоняем через эти камеры. Поэтому и по этому признаку мы стараемся отвечать за наши сорта. И перехожу сразу, как показали в этом году, в 2020 году, наши сорта. Причем мы взяли разные климатические зоны. Курский, Апанасенковский район – это засушливые зоны Ставропольского края. Новоалександровский – неустойчивое увлажнение – это граница с Краснодарским краем. Новоалександровский район. Новоалександровский район, Тимежбекска – это единственное хозяйство, которое выращивает исключительно сорта Ставропольской селекции. Вот какая сложилась урожайность. Я не буду называть цифры, вы видите. Причем практически везде сильное ценное зерно получилось. Причем я скажу, что это средняя урожайность. На питомниках размножения урожайность была порядка на 10-15% выше. Я взяла среднюю урожайность по хозяйству. Рядом лидеры у нас постоянно хозяйства, они заняли в районе второе место после тех хозяйств, которые в основном базируются на краснодарских сортах. Курский район – это крайне засушливая СПК, Колхоз Кановский. Тоже мы получили довольно высокую урожайность. И Апанасенковский район – тоже засушливая зона, тоже средняя урожайность – от 40 до 45 центнеров с гектара по сортам нашей селекции. Пока у нас нет официального агроотчета по Ставропольскому краю, я не могу точно сказать, какие цифры у нас по районам. Но Новоалександровский район, Кочубеевский район, знаете, известное хозяйство Казминский, у него в этом году средняя урожайность сложилась 46, даже 45 центнеров с гектара. Для него, честно говоря, это провальный год. Когда он по 350-360 удобрений вносит, когда у него до 30 миллионов уходит на защитные все мероприятия, в хозяйстве, конечно, ну не крах, это очень крепкое хозяйство, но очень тяжелое положение. В прошлом году у него было свыше 90. Да, да, вот в этом году, но я опять говорю, это предварительные данные, официальных данных еще никто не опубликовал. В газете вчера в Аграрном Ставрополье прошла цифра, что в среднем по Ставропольскому краю сложилось 45 центнеров с гектара. Но это еще поправится, потому что агроотчет официальный и со всех районах, с хозяйства, нашего Министерства сельского хозяйства, еще результаты не подвели. Я не готова пока сказать, какая действительно у нас цифра. Весной и ближе к урожаю, но даже весной если взять, то после морозов, возвращения с засу, это морозов, которые были в апреле, потом в мае еще второе возвращение, Многие поля просто-напросто были списаны, некоторые чуть-чуть они дотянули и скосили на кормовую массу. На некоторых полях урожайность достигала, даже вот в нашем Шпаковском районе, который недалеко находится от нашего института, но не наш сорт, я не буду говорить название сортов, 12 центнеров с гектара, и наши сорта тоже в некоторых местах, особенно на засоленных, на почвах, в низинках. Урожайность, конечно, была низкая в сравнении с прошлым годом. Но в целом мы своими сортами, но я не знаю, как выразиться, довольны, недовольны, авторы всегда довольны своими сортами, и всегда стараются их пропагандировать. Мы ни в коем случае не хотим ни краснодарский, ни зерноградский сказать, что они плохие. Все сорта хорошие, мы все работаем на одно общее дело, на решение продовольственной проблемы страны, и мы краснодарским сортам в целом благодарны, потому что край-то получал и раньше все свое зерно на 60% даже и в 2020 году за счет краснодарских сортов. Но, тем не менее, я хочу твердо сказать и уверена, что в этом году наши сорта показали себя очень даже хорошо. Мы не смогли большое провести поле в этом году, но те делегации, которые приезжали к нам из Ростовской, из Центральной России, и как никогда у нас в этом году и наше правительство к нам повернулось, потому что слухи разошлись. Здесь мы и на демонстрационных посевах в районах показывали свои поля, и особенно у нас на полях наши сорта выглядели достойно. Как я уже говорила, пользовались спросом и продолжаются пользоваться сорта Одесской селекции. Особенно в этом году хорошо проявили себя Бунчук и княгиня Ольга. И не только, я скажу, что в нашем Ставропольском крае, но и во многих регионах. Как всегда, ячмень Яровой Вакула – это лидер по всей России, но он районирован, если не ошибаюсь, в четырех или в трех регионах, допущен по госреестру. Распространяется и пользуется большим спросом. Я бы хотела остановиться еще на сортах непосредственно нашей селекции по озимому ячменю. В этом году на первое место по площадям в Ставропольском крае вышел сорт Эспада. Эспада, если кто выращивал его, это первый российский сорт безостый. На сегодня нет аналогов в отечественной селекции ему. Все боялись, и селекционеры часто говорят, что безостые сорта не всегда будут уступать астистам у озимого ячменя. Но, тем не менее, в Ставропольском крае, обратите внимание, с 2012 года, когда он, в принципе, только начал выходить на поля Ставрополя, с 2000 гектаров, сегодня занимает 13 тысяч гектаров земли. На втором месте Хуторок. Но всегда на протяжении последних пяти лет Хуторок лидировал по площадям. В этом году Шторм внесен в государственный реестр. Мы считаем, для нового сорта он занимает уже 5,5 тысяч гектаров. Это астистый сорт. Очень хороший сорт. Мы его долго отстаивали. И на уровне края. Уже на момент районирования, когда разговаривали о нем, мы думали, 2,5 тысяч он занимает. Я думаю, что к 10, наверное, в 2000 году площади его достигли. И еще бы я хотела прорекламировать сорт Валерий. Он тоже в 2020 году внесен в государственный реестр селекционных достижений. Высокий потенциал и по урожайности, и по зимостойкости, и засуха жароустойчивости. И на примере выделился он особенно в Крыму. В Крыму, вы знаете, вообще жесточайшие были условия. Практически ни один сорт не выдержал той засухи. Многие были скошены посевы по озимому ячменю. Валерий превышал те сорта, которые ранее возделывались, до 10, а то и 15 центнеров с гектара. Это данные, которые нам прислали из Крыма. Господи, у меня уже это. Яровой ячмень. В Ставропольском крае лидеры по всем занимают, мы написали тут, Ставропольские сорта. Но из Ставропольских сортов только два, если чисто. Сорта совместно с Одессой. Это Прерия, Одесская, ну как я уже сказала, самая большая. Владимир Владимирович, давайте на Яровой и не будем. Хорошо. Поскольку мы, кстати, сконцентрировались на Анимах. Можно, чтобы мне потом... А можно мне только, чтобы потом не возвращаться? Я буквально пробегусь. Вот вы знаете почему? По кормовым культурам. Можно я остановлюсь, чтобы... А потом кормовые мы вообще не обсудили. Не планировали, да? Ну тогда буквально... Иначе мы растечемся и много тем, и глубину не проникнем. А нам надо погуще. Вы знаете, когда у нас весной поднимался вопрос по состоянию азимового клина, у нас буквально до того, что предлагалось отходить и резать листья на деревьях, где нам было брать корм. И в этом году, когда мы вот в этом году в Министерстве обсуждали вопрос по азимовому севу, вы знаете, очень актуально оказался вопрос по кормовым. Срок севокормовых – это весна, и лето, и осень. Поэтому, вы знаете, такая заинтересованность была. А я уже говорила, 78 сортов у нас кормовых трав. Я вот буквально быстренько пробегусь. Это или однолетние, сорговые, или многолетние травы. Для каких целей? Ну не буду занимать внимания, но тем не менее, чтобы получать хорошее урожае зерновых, я хотела бы обратить внимание, этот вопрос мы должны обсудить, если мы не вернемся к нормальной структуре посевных площадей, и если мы не прекратим сеять пшеницу по пшенице, а у нас уже некоторые фермеры, и четвертый, ну не буду говорить, допускают еще сроки, пока мы не вернемся к нормальному севобороту, в том числе и кормовые культуры, чтобы там было, мы никогда не будем иметь урожаи. Особенно, это будет очень маленький. А, например, от Краснодарского края брать, который обязательную плоту ввел по кормовым культурам, если 10% не сеешь, что получишь? Да, да, я согласна, это проблема, но тем не менее, когда Краснодарскому краю буквально от министра вашего получаем, вчера ответ, нет у вас семян, мы знаем, нет семян кормовых культур, но ответ вчера получили от министра от Краснодарского края, что если будут обращаться, пожалуйста, мы тогда к вам в хозяйство, так сказать, пришлем. А давайте мы будем иметь в виду, вот когда животноводческие темы будем обсуждать, и когда как раз там составная часть – это корма, выращивание их, и на сколько бы обратить внимание, такие корма, и больше урожая, и прочие вещи, заготовка особенностей и прочее. То есть мы будем иметь в виду, что… Да, спасибо, мы обязательно приедем. Верологи назвали Новоалександровский район с хорошими показателями по урожайности, а вот соседи, такие как Россия, Вьенова, Родина, Дубины, как эти хозяйства, у них что? У них в основном были посевы краснодарских сортов. А это как раз семеноводческое хозяйство России? Россия по району заняла первое место, но разница между Тимешбекской и Россией составила 2 центра с гектара. Тимешбекский чисто на Ставропольских, Россия и Дубина на Краснодарских сортах. Разница составила, вернее, Дубина вторая, третья, Тимешбекский, разница буквально там между ними 2 центра с гектара. Но я опять-таки говорю, что это пока не официальные данные, это те данные, которые прислали нам вот наше хозяйство. Если я вдруг что-то ошибусь, то я ссылаюсь чисто на данные хозяйств. Нет еще у нас официального агротчета. Обещали 10-го, но опять-таки мы у них каждый день просим-просим данные, но никак все не соберут до общего, чтобы вообще сделать заключение. Виктор Иванович в прошлом году приезжал на такой же круглый стол и говорил, что доля Ставропольской селекции в крае возрастает. Это действительно так? Да, я же вам показала, вот первый слайд уже, если вот взять, то в общей сложности зерновые где-то 40%, если по зимой пшенице 20-25% зимая пшеница занимает. Четверть клина, да. Уменьшилась немного зерноградская, априкумская и Ставропольская непосредственно селекция наглядно увеличивается. Нет данных, это еще за 2019 год. За 2020 год, вот были бы цифры, я бы сказала, но меньше, чем 25 четверти не будет, конечно. Но мне кажется, под 30 уже будет. А вот какую роль сортам вы отводите в нынешней ситуации? С ученым особенностей нынешнего года, с их лазуратными холодами жестокими и застуками процентов? Общеизвестно, это доказано уже десятками, может и веками лет, что от того, что посеешь, что и пожнешь, это зависит. И именно сорт, я уже останавливалась в начале, что сорт, который создан непосредственно в зоне возделывания, он имеет большое значение, те 25%, а некоторые авторы приписывают даже сорту 60%, я полностью согласна, сорт имеет очень большое значение. У нас вот в этом году поднялся вопрос, где-то порядка 300 гектар занимали сорта, пусть они даже районированы в северно-кавказском регионе, но они не были созданы в условиях северо-кавказской. Это не краснодарский, не зерноградский, они вообще себя показали отрицательно. А некоторые хозяйства, просто интересно ему был этот сорт, где-то он увидел, пусть даже она там Мироновская, или Сталкер, или иностранный сорт, даже в северно-кавказском регионе районирован, они вообще провальные были эти сорта, а площади были 20 и 40 тысяч гектар в некоторых хозяйствах, необоснованно. Поэтому у нас еще раз поднят вопрос в крае о сортовой политике. Остро поднят после этого года. Участников есть? Да, Алексей Петрович, пожалуйста. Я тоже прошу, я послушал, вы сказали сначала, что урожайность 26 центров по краю, а потом что-то 45 назвали. Нет. 26 марсиадов, да, и 42. 45 это по Казминке. 45 это, я сказала, по Казминке. 26 центров, пока не уточненное, да? Предварительное, а 45 по Казминке. 5,2 десятых, понимаем. Спасибо.